Удачная площадка для фотоловушки и вот целое дефиле представителей приморской фауны удалось запечатлеть специалистам национального парка. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников, а качество записи позволяет даже услышать дыхание зверей, увидеть исходящий от них пар. Первыми на гору забираются два тигра, котята-подростки из одного выводка. Покорив непростой подъем, полосатые кошки отдыхают, играют и перед уходом оставляют ученым на память несколько селфи. Через некоторое время небо над лесом затягивает тучами, а земля в низинах укрывается снегом. В поисках пропитания на гору забираются олени, пороша здесь тает быстрее и корм копытным добывать легче. Уже под покровом ночи в кадре появляется леопард Валера, назван это хоккеистами клуба «Адмирал» в честь легендарного Валерия Харламова. С вершины пятнистый охотник внимательно наблюдает за кругой, вслушиваясь в тишину тайги. Наконец, явно заметив что-то, он спускается вниз. Вновь появившись в кадре, хищник уже спокойно отдыхает, облизываясь, вероятно, после плотного ужина. Хотя сама добыча в кадр не попадает, специалисты предполагают, что останки пойманного зверя Валера оставил неподалеку от съемочной площадки. Этим можно объяснить активный интерес к этому месту других животных. Утром сюда прилетает падальщик гриф, несколько часов выклевывающий что-то среди камней. Затем камера фиксирует ворон, двух индийских куниц и самого большого в мире орла – беркута. Следить за жизнью обитателей тайги национальному парку позволяет развернутая здесь самая большая в России сеть фотоловушек. Более 360 автоматических камер фиксируют жизнь животных. И именно благодаря этой технике у нас есть возможность полюбоваться уникальной фауной уссурийской тайги. Олег Завьелов, Новости на Восьмом.